Спирулина это удивительно полезная простейшая одноклеточная сине-зеленая микроводоросль. Свое название она получила благодаря особой форме. Если рассматривать ее под микроскопом, то можно увидеть свернутую спираль. Спирулина растет в водоемах с щелочной средой, и сегодня ее можно найти преимущественно в соленых озерах. Сказать точнее, осталось всего лишь три озера, где она произрастает. Озеро Тескока, Южная Америка, озеро Чад, Африка и озеро Чингхай, Китай. Как и где она росла до этого, неизвестно. Известно лишь, что появилась она 3,5 миллиарда лет назад и является одним из древнейших обитателей Земли. Самое привлекательное свойство спирулины в том, что она нормализует обмен веществ. Поэтому, если есть какие-либо нарушения и при здоровом образе жизни откладываются лишние килограммы, спирулина придет на помощь. К тому же она обладает феноменальной пищевой ценностью. По содержанию питательных веществ 1 грамм водоросли равен 1 килограмму овощей. За счет этого у желающих похудеть снижается аппетит и быстро наполняется желудок, а вместе с ним и энергией организм. К тому же в спирулине содержится такое большое количество белка, что процесс похудения происходит без каких-либо потерь для организма. 70% биомассы водорослей спирулины – это полноценный белок. Кстати, для сравнения, любимые худеющими рыба и куриная грудка содержат не более 30% белка. Спирулина способна генерировать энергию в процессе воздействия солнечных лучей. Впервые данный вид растения начал употребляться в пищу еще во времена отцеков. Однако сегодня популярность данного продукта достигла небывалых высот. Это обусловлено рядом его полезных свойств и уникальных качеств. Рассмотрим каждое из них более детально. Спирулина – один из самых качественных источников белка. Рекомендуется употреблять 7 грамм спирулины в сутки. В этом количестве добавки содержатся белки, витамины В1, В2, В3, медь, железо, немалое количество калия, марганца, магния и ряда других микроэлементов, которые необходимы нам. При этом стоит отметить, что калорийность этого объема равна всего лишь 20 калорий, а количество углеводов, содержащихся в нем – 1,7 грамма. Исходя из этого, ученые сделали вывод, что спирулина – это один из самых питательных продуктов на планете. Окислительный стресс может стать причиной повреждения клеток и ДНК. Это, в свою очередь, может привести к развитию хронических воспалительных процессов, онкологических и ряда прочих заболеваний. Предотвратить подобные последствия способна спирулина, которая является источником антиоксидантов, препятствующих повреждению клеток. Одним из главных активных компонентов порошка является фикацианин. Это мощный антиоксидант, обеспечивает добавки характерный сине-зеленый цвет. Как показывают и результаты лабораторных исследований, фиацин может бороться со свободными радикалами, тем самым усиливая реакцию организма на воспалительные процессы, что, в свою очередь, имеет противовоспалительный эффект. Сердечные заболевания относятся к числу самых распространенных причин смерти. При этом риск развития соответствующих болезней может повышаться из-за ряда фактора, однако снизить их влияние возможно при условии включения в рацион спирулины. Эта пищевая добавка позволяет уменьшить уровень холестерина в крови, а также триглицеридов, параллельно увеличивая уровень полезного холестерина. Так, в рамках одного из исследований с участием 25 человек, страдающих от диабета 2 типа, включение в рацион 2 граммов порошка существенно улучшило самочувствие и состояние здоровья. В рамках другого эксперимента ученые выяснили, что 1 грамм спирулины способен снизить уровень триглицеридов на 16%, а вредного холестерина на 10%. Положительные эффекты также наблюдались при объемах употребления от 4 до 8 грамм спирулины в день. Жировые структуры, содержащиеся в человеческом организме, подвержены окислительным процессам. Данное явление известно под названием окисление липидов, которое также является причиной развития некоторых заболеваний. Так, например, окисление вредного холестерина может стать причиной развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Согласно исследовательским данным, антиоксиданты, которые содержатся в спирулине, обладают очень высокой активностью. Благодаря этому включение в рацион соответствующей добавки позволяет предотвратить окисление липидов. Так, в рамках одного из экспериментов было установлено, что прием 8 граммов порошка участниками с диабетом 2 типа снижал количество маркеров окислительного повреждения. Некоторые ученые сообщают, что польза спирулины заключается в возможности снижения риска развития онкологических заболеваний и возможности их лечения. Это связано с тем, что исследования, проводимые с участием животных, продемонстрировали уменьшение размеров опухоли и риска развития рака в результате употребления этой добавки. Во время проведения исследований особое внимание уделялось влиянию добавки на рак ротовой полости. Так, в рамках эксперимента, в котором принимали участие 78 человек с предраковыми поражениями, было установлено, что прием 1 грамма порошка в течение одного года позволяет избавить от опухолей в 45% случаев. Однако при отказе от приема спирулины поражения начинали развиваться снова в 50% случаев. При проведении другого исследования ученые выяснили, что 1 грамм порошка позволяет существенно улучшить состояние онкологических больных. Высокое давление может быть причиной развития хронических заболеваний, нарушений и даже сердечных приступов. Решить соответствующую проблему может спирулина при условии потребления в объеме не менее 5 граммов. По заявлению ученых, именно это количество порошка позволяет повысить уровень оксида азота в крови, который расслабляет и расширяет кровеносные сосуды. Аллергический ренит – это состояние, которое характеризуется воспалением носовых проходов. Оно может быть вызвано аллергической реакцией на пыль или шерсть животных. Решением проблемы в таком случае может выступать спирулина. В рамках одного из исследований с участием 127 человек, страдающих от аллергического ренита, было установлено, что прием 2 граммов растительного порошка в день устраняет зуд, чихание и заложенность носа. Понижение уровня эритроцитов в крови и гемоглобина – это распространенные явления среди людей пожилого возраста. В связи с этим анемия, которая сопровождается повышенной усталостью и слабостью, наблюдается преимущественно у пожилых людей. Во время проведения одного из исследований с участием 40 лиц преклонного возраста, ученые установили, что ежедневный прием спирулины может увеличить уровень гемоглобина и количество эритроцитов, тем самым устраняя симптомы анемии. Окислительное повреждение, возникающее в результате интенсивных физических нагрузок, является основной причиной возникновения мышечной усталости. Определенные растительные продукты, такие как спирулина, способны улучшить состояние спортсменов и минимизировать ущерб от этого процесса. Так, при постоянном ее употреблении время, необходимое для возникновения мышечной усталости, увеличивается. Эксперименты, проводимые с участием животных, демонстрируют, что спирулина может снижать уровень сахара в крови. Более того, ее эффективность значительно выше показателей метформина. Помимо этого, существуют доказательства, что добавка может быть эффективной для людей. При проведении исследования продолжительностью 2 месяца с участием 25 человек было установлено, что при приеме 2 грамм порошка в сутки снижает уровень сахара в крови с 9 до 8 процентов. Это позволяет понизить риск развития диабета в среднем на 21 процент и снизить вероятность летального исхода на 1 процент. Порошок спирулины может использоваться как ингредиент косметических масок для лица. Они помогут справиться с черными точками, улучшить цвет, повысить упругость и эластичность кожных покровов. Водоросль сочетают с оливковым маслом, медом, отварами трав, кефиром и овсяной мукой. Несмотря на то, что спирулина относится к числу безопасных пищевых добавок, ее прием может негативно отразиться на состоянии здоровья некоторых людей, особенно у лиц с определенными заболеваниями. Также к противопоказаниям относится индивидуальная непереносимость продукта. Поэтому прежде чем принимать, посоветуйтесь с врачом или попробуйте малое количество. В моем рационе спирулина это незаменимый продукт. Я с удовольствием принимаю ее практически ежедневно, получаю удовольствие и здоровье. Если вам интересно приобретение продукта с 20% скидкой высшего качества, пожалуйста, обращайтесь ко мне в личку. Продукт можно приобрести по всему миру с 20% скидкой. Понравилось видео? Вы знаете, что делать? Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всех благ! До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok